Почти с самого момента основания Одесса стала самым свободным и прогрессивным городом Российской империи. Здесь можно было сделать все, что не запрещено. В этом есть большая заслуга первых градоначальников Дерибаса, Дюка Ришелье и Александра Лонжерона. Именно при последнем Одесса получила статус Порто-Франко, свободного порта. Лонжерон француз, причем из очень аристократического рода до приезда в Россию его звали. Александр Луи Андро, граф Лонжерон, маркиз де Лакос, барон де Куни, де Ла Ферте и де Сасси. Александр начал военную карьеру и даже участвовал в войне за независимость в США. Но революция в родной Франции вынудила графа Лонжерона переехать в Россию. Ждать гильотины убежденный монархист не собирался. А здесь Александр Луи Андро превратился в Александра Федоровича Лонжерона. С 1790 года он поучаствовал практически во всех значительных конфликтах, в которые выступала Россия. В том числе Лонжерон воевал под руководством Суворова и даже отличился при взятии Измаила. Тогда же Александр Федорович познакомился с дюком Ришелье, который тоже был при армии Суворова. За время русской службы Лонжерон сражался со Швецией, на Кавказе, в Пруссии и Австрии. Во всех главных сражениях против Наполеона. И, конечно, в Отечественной войне 1812 года бился за Новое Отечество. Французский рубак несколько раз попадал в немилость к Александру I, но император действительно ценил Лонжерона. Во время зарубежного похода русской армии в 1814 году за военные подвиги Александр Федорович стал генералом. А после взятия Парижа император лично подъехал к Лонжерону и вручил ему орден святого Андрея Первозванного со словами «Вы потеряли это на Монмартре, а я нашел». После войны Александру Федоровичу нашли должность поспокойнее губернатора Новороссии и градоначальника Одессы. Место как раз освободилось, потому что друг Лонжерона Дюк Ришелье уехал назад во Францию. Там он стал новым премьер-министром Франции. Лонжерон же реализовал те планы развития города, которые передал ему Ришелье. Собственная идея превратить Одессу в Порто-Франко, город беспошлиной торговли, пришла в голову именно Дюку, но ввели это только при Лонжероне. Благодаря бойкой торговли Одесса расцвела, разбогатела и стала настоящей столицей Юга России. При Александре Федоровиче открыли и Ришельевский лицей, второй в стране после Царско-Сельского. И да, назвал Лонжерон его в честь друга Ришелье. А когда премьер-министр Франции в 1822 году умер, именно губернатор Одессы объявил сбор денег на памятник другу. При Лонжероне прошло масштабное благоустройство Одессы. Открылся ботанический сад, на улицах высаживали деревья, открыли пункт употребления минеральной воды в городском саду. Александр Федорович основал и первую городскую газету. Ришелье был спокойным и рассудительным администратором, а Лонжерон его полной противоположностью. Современники считали Александра Федоровича рассеянным и по-солдатски простым и веселым человеком. Но он идеально подходил Одессе по духу. Про рассеянность Лонжерона осталось очень много веселых рассказов. Однажды он даже по рассеянности запер императора Александра в комнате и ушел гулять на целый день. Хотя Лонжерон после отставки уехал во Францию, но вскоре вновь вернулся в любимую Одессу и прожил здесь до самой смерти. В 1831 году Александр Федорович во время поездки в Петербург подцепил калеру и болезнь свела его в могилу. Но благодарные одесситы помнят Лонжерона по сей день. В честь француза назван целый район города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова